Самая худшая в американской политике это политика самоидентификации, разделившая 300 миллионов людей на группы. И хоть нам самим это не нравится, но так сейчас принято. И согласно новым исследованиям, президент опережает Джо Байдена, вот неожиданность, среди испанских избирателей во Флориде. И он практически сравнялся с Джо Байденом среди избирателей, которые идентифицируют себя как гей. И это тоже неожиданность. Что же изменилось с 2016-го? Эдди Скерри в книге «Привилегированные жертвы» говорит, как фашисты от культуры угробили страну и возвеличили ее худших людей. Прекрасная книга, название, правда. Эдди, спасибо, что пришли. Есть большие перемены. Какие именно? Я думаю, что как и многие другие избиратели, и как ты сам только что сказал, я ненавижу делить людей по разным признакам, типа кто черный, а кто гей. Но по сути, там то же самое. Если мы посмотрим, например, на геев, мы увидим пылающие города, которыми управляют демократы, либералы, демократы-мэры, демократы-губернаторы. А очевидно, что геи, по своей сути, боятся насилия. И я думаю, что увидеть это было пугающим для многих людей, и они ищут кого-то, они ищут защиту в ком-то. И мы видели Джо Байдена последние два или три месяца вроде как оправдывающим, а то и прямо подстрекающим к тому, что происходит. И то, что я хочу сказать, даже немножко новость, если не для тебя, то для твоих зрителей, которые не живут в Вашингтоне. Встреча сотрудников партии на Капитолийском холме, не представителей или сенаторов, обычные члены партии. И среди них много геев, причем среди республиканцев даже больше, чем среди демократов. И суть в том, что республиканские очень сдержаны по поводу того, что они республиканцы. И вот у вас есть республиканцы, которые, наконец, делают камин-аут и говорят, знаете что, я устал от этого, я устал смотреть на то, что происходит в стране. И знаете что, Трамп хотя бы тоже говорит, что хватит всего этого. Вот чего они ищут. Я думаю, в конце концов, только это и имеет значение. Это человек, который улучшит мою жизнь, или это человек, который мне навредит? Это значит куда больше, чем все эти глупые символические призывы проигрывать эти мелодии на своем айфоне. Эдис Кэрри, спасибо, что были с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова